Девушки отдыхают Слушай, Андрей Ильич, а этот парень-жениха не был, он раньше здесь был? Год назад, но у них чего-то не заладилось с Топаевым, больше не приезжал А кто он? Чем занимается? Студент, вместе с Анной учится Чего-то староват он для студента-то Он после службы в армии по контракту остался В Чечне служил Контрактник Воевал? Ну, не знаю, мне так Аня сказала За что купил, за то и продаю Ну, че, отцы, какой тут у вас экстрим? Субтитры подогнал «Симон» Через этот подкоп Киллер собирается уйти А почему не войти? Весело Куда это, Аня? Кататься Ну, это понятно Раз на квадроцикле, значит кататься Стопудово Киллер человек, который постоянно находится в доме А здесь его будет ждать машина Чтобы после убийства можно было быстро уйти Ку-ку А вы че тут подкоп вырыли? В войнушку пацаны играете? Ты как сюда попала? А че нельзя? Как ты нас нашла? Увидела, куда вы пошли и пошла за вами Ага Ну, в общем, понятно, везде облом Подружка со своим, типа, бойфрендом поехала кататься На меня забила конкретно А два телохранителя тут ямы под забором как кроты роют А мне че делать? Ничего Лезь назад Лезь, лезь мы сейчас А мне, между прочим, скучно Я говорю, назад лезь Мы сейчас придем Серега Ну займись ты Ритой А мы с вами, Андрей Ильич Прогуляемся Вон к той опушке Видал, как интересно-то Путь отхода это, Андрей Ильич Да Если мы дальше по этим меткам пойдем В аккурат через лес к дороге выйдем Рубь за сто даю Вот Эта лесная дорога ведет к шоссе Если свернуть здесь, то можно хорошо срезать Да Только на машине здесь не проедешь А вот на мотоцикле можно Или на квадроцикле А это похоже на протектор, а не на квадроцикле Слышь, Андрей Ильич А у тебя есть запасные ключи от номеров в гостевом доме? Есть А тебе зачем? А я хочу осмотреть номер нашего Женишка-контрактника Вообще-то это незаконно Да не волнуйся ты так, Андрей Ильич Мы быстро И аккуратно А что касается законности Или незаконности Главный закон телохранителя Только один Сохранение Безопасности Охраняемого А что касается Законов, которые написаны на бумаге То Слушай, Толь Ты такая большая зануда Да Пойдем отсюда Пока он не вернулся Ладно, пошли Роман Александрович Вас к телефону Сейчас Одну секунду Спасибо Слушай Роман Александрович Это Тихомиров Мы подготовили список гостей Топаева Нужна полная информация о них И очень быстро Я тебя понял Я тебя понял Высылай список Подмогу там мне отправляете? Готовится Скоро уж в аэропорт поедутся Отлично И вот еще что Тут должна приехать любовница Топаева Точнее сказать Бывшая любовница Некая Скворцова Ирина Владимировна Так вот У нее с Топаевым есть сын То есть Вы не прочли сын Топаева? Совершенно верно Но интрига в другом Она не показывала сына Топаеву Пятнадцать лет Последний раз он его видел В пятилетнем возрасте Так вот По этому поводу У меня есть мысль Я хотел бы Обсудить ее с вами Ань Ань подожди Я все объясню Аня Ну подожди ты Что же от меня я тебе говорю Ну вообще-то твой план Попахивает авантюрой Ладно Эта Скворцова Ее сыном Займусь сам Спасибо, Роман Александрович Не за что Пока Я хочу с тобой больше разговаривать Ваня Да подожди ты Ну нельзя же так Спокойно Сёрт Аня Это Тихомиров Анатолий Телохранитель Риты Можно с вами поговорить? У вас все в порядке? Да Аня Скажите, пожалуйста, вы сегодня с Виктором куда ездили? Кататься Да А вы можете описать свой маршрут А что? Что случилось? Ну, долго объяснять Вы могли бы просто ответить на мой вопрос Да особого маршрута не было Мы поехали на базу отдыха солнечное Там хорошее кафе А какой дорогой вы туда ехали? Как обычно По проселку через лес, потом по шоссе А долго вы были в кафе? Нет, чуть больше часа, потом сразу домой А возвращались по той же дороге, да? Нет, по шоссе Скажите, а вы с Виктором сегодня Поссорились, из-за чего? Вот это уже Мое личное дело Извините, я устала Вот он, спящий красавец Красавец Толь, там это, наши прилетели Группа маскарадных костюмов по вашему приказанию прибыла Здорово, брат Костюков Здорово, брат Сихомиров Ну, как ты здесь, Толяныч? Придумал без вас, Димон Так вот они мы, прибыли Ну, теперь я спокоен А если серьезно, какая задача? Если серьезно, Димон, то твоя задача охранять кабинет хозяина Круглосуточно Да вы пока размещайтесь, ужинаете А с задачами уже потом, конкретнее определимся Понятно Здорово, брат вам Кстати, с нами родственница хозяина приехала С сынишкой Забавный такой паренек Их сам Хамза в аэропорт приез Вообще-то это Скворцова с сыном Должны были завтра приехать Но сегодня приехали В чем проблема-то? Пойдем Сам увидишь, в чем проблема В дом никого не пускать Угу Здравствуйте Здравствуйте Вы сообщили Генрих Эдуардовичу о моем приезде? Ну, конечно, конечно Он сейчас спустится Просил подождать Илья Илья, прекрати баловаться Прекрати баловаться Сама прекрати, я на машине еду Тихо Упала 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 Здравствуй, Генрих Здравствуй, Ира Я рад, что ты приехала Упала 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 Познакомься Это твой папа Папа Упала Я в машине приехал Упала Машина тут А Че ты, а? Молодой человек Че Я вам русским языком объясняю Пока в дом заходить нельзя Мне надо поговорить с этим Нельзя Что здесь происходит Да вот Мне надо поговорить с Саней Позже Сейчас в дом входить нельзя Мне нельзя Где? Никому нельзя. Мне нельзя. Странный какой-то. Пьяный, что ли? Черт! Чуть не забыл. Тебе же факс от хамсы. Нет, давай пойдем через гараж. Черт! А ваш доктор Вознесенский-то дяденька непростой. В каком смысле? Он проходил тут по одному очень интересному делу. Сначала подозреваемый, потом, правда, следствие перевело его в разряд свидетелей. Два года назад одна его подопечная, находясь в состоянии наркотического опьянения, зарезала спящую мать бизнесменшу. Так вот, в ходе расследования всплыли интересные подробности. И появилась версия, что преступление девушка совершила не сама, а с подачи доктора Вознесенского. Виновность Вознесенского доказать не удалось, хотя мотивация у него была. Эта наркоманка являлась наследницей немалых маминых денег. А свидетели показывали, что у доктора на эту девушку было очень большое влияние. И ты хочешь сказать, что Вознесенского завербовали? Чтобы он как-то там вздрючил Эдика, и тот завалил отца? А почему бы нет? Ты ведь сам говорил, что Эдик после общения с Вознесенским ходит как зомбированный. Ну, ну, говорил. Ну, это уж как-то, ну, ешкин кот, ну, это уж слишком. Пойдем-ка, Андрей Ильич, побеседуем с нашим доктором. Нам! Виктор, прекратите стрельбу! Ага, да. Если у вас есть проблемы, давайте обсудим! Уйди в комнату, Рита! Я сказал, в комнату немедленно! Уйди в комнату, Рита! Рита! Отобедайте, мальчики! Всям уйти из коридора! Назад, быстро! Два. Три. Четыре. Господи, прости. Учебная. У него два заряда. Я спровоцирую отвертную стрельбу, не дай ему перезарядиться. Два. Двое на окна. Ох, ты блядовая! Да! А, стоять! Да он вмазанный, конкретно вмазанный. Серега, ты? Ты что, охренел? Толян, 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 что ты вырубил меня, слышишь? Толян! Толя, Толенька, я так испугалась! Ничего-ничего, все нормально, все хорошо. Я за тебя испугалась, как даже на эту гранату! Сиди, сейчас, сейчас, будь в комнате, будь в комнате! Ну, что? Все, взяли красавчика. Слушай, ну он конкретно под кайфом. Зачем вы это сделали? Ты, бодигард, ты про любовь что-нибудь слышал, а? Слышал. А? Откуда у тебя оружие? Это мое оружие. Ты привез обрез с собой? А как ты думаешь? Зачем? Зачем ты привез с собой оружие? Это вообще не твое собачье дело. Наркотики тоже с собой привез? Неа. Доктор дал. Какой доктор? Хороший доктор. Отличный доктор. Кто дал тебе наркотики? Я ж тебе говорю, здешний айболит, который Эдику дурь загоняет, а типа лечит. А сам ему дурь пены толкает. Я, я хотел Аню. Ну, подождите. Я Аньку хотел, я хотел, я Аньку хотел увезти. Слышишь? Постереги у дверей от греха подальше. Из этого дурдома. Да-да. Кто заказал тебе убийство Топаева? Какое убийство? Что он несет? Тебе напомнить про девочку-наркоманку, которая зарезала свою мать? О, Господи. Да это мне при чем. Следствие во всем разобралось. Плохо оно разобралось. А я ведь сейчас устрою обыск в твоем номере и устрою его в присутствии Топаева и найду у вас наркотики. И ты думаешь, Топаев станет обращаться в милицию? Нет. Ты погибнешь. Ты погибнешь от шальной пули наркомана Пастухова, который в состоянии наркотического опьянения стал палить из обреза налево и направо. Да. Хотя, я могу и в милицию обратиться. Тогда ты просто сядешь. Выбирай. Не надо милиции. Не надо. Пожалуйста, не надо. Хорошо. Что вы от меня хотите? Я хочу знать, кто заказал тебе убийство Топаева? Что? Как? Я разве должен был его убить? Нет. Ты его убить не должен был. Его должен был убить его собственный сын Эдик. Ты ведь его не лечишь. Я тебе больше скажу. Ты продаешь ему дурь. Он зависит от тебя и сделает все, что ты ему скажешь. Ради очередной дозы. Вплоть до убийства собственного отца. Ну, подождите, подождите. Ну, действительно, я продаю ему наркотики. Ну и все. Что? Никто никакого убийства мне не заказывал. Я клянусь вам. Собирай свои манатки, чтобы я тебя здесь не видел. Извините, а как я объясню это Генриху Эдуардовичу? Мне плевать на твои объяснения, чтобы через полчаса духу твоего здесь не было. А милиция тобой заинтересуется. Это я тебе обещаю. Я не думала, что он так. Ведь Витя меня любит. И я его тоже. Ну, зачем же он так-то? Ну, тихо, тихо. Серега, иди к тебе в комнату. Толян, Толян, я что-то как снотворного все равно выпил. Я, наверное, заболел. Слышь? Тихо, тихо. Аня, может быть, вы мне все-таки расскажете, что произошло между вами и Виктором? Это очень важно. Мы поссорились. Я сказала ему, что после моего и папиного дня рождения я уезжаю из России навсегда. Да. Это вам отец рассказал? Да. Виктор очень сильно расстроился и сказал, что он меня любит. Сильно любит. Ты не хочешь, чтобы я уезжала? А я, а я, я же так, я так сразу не могу. Я сказала, что я поеду с папой, а потом вернусь к нему. Он не поверил мне. Говорит, что отец меня не отпустит. Предложил сегодня же уехать с ним на машине, а я отказалась. Понятно. Так, ну все, ну опять началось. Слушай, ну хочешь, я дам тебе успокоитель. У меня есть очень хороший препарат. Он и как стотворное действует, между прочим. Так, а у кого завтра день рождения, а? Познай, что. Если кто-то, у кого завтра день рождения, будет реветь весь день, то он будет с распухшими глазами и красным носом. А в свой день рождения ты должна выглядеть сногсшибательно. Анька, да мы такое завтра придумаем, ты знаешь что? А мы надуем офигительное количество воздушных шаров и запустим в небо. Это будет потрясное зрелище, ты понимаешь? Представляешь, шары летят тысячи. Это же очень красиво. Очень красиво. Да, очень красиво. А к шарам мы привяжем господина телохранителя. Он у нас человек приземленный, мы полетать можно немножко. Я не против. Ну вот видишь, он не против. И полетит у нас Тихомиров, как олимпийский мишка. Я когда была с родителями на закрытии Олимпиады, видела, как мишка олимпийский улетал. Представляешь, это миллион шаров, и медведь летит. И все плачут. И я плачу. Хотя мне было всего четыре года. Анюта, разговор есть серьезный. Генрих Эдуардович, у меня тоже к вам есть вопрос. В коридоре подожди. Нам все-таки придется обратиться к местной милиции. Виктора необходимо передать им. Милиции не будет. Подонка за ворота и все дела. У меня завтра юбилей. Угу. И у дочери моей тоже. Дай мне отпраздновать их. Спокойно. Я отвечаю за вашу безопасность и обязан делать то, что положено. Мое начальство мне поручило… Я — твое начальство! Я — твое начальство! Я — твое начальство! Ты будешь делать то, что я скажу! Да, если ты не понял, то можешь убираться отсюда и к чёртовой матери! Тебе не надоело быть Халлоуин, Толя? Ты ей почему позволяешь вот так с собой обращаться? Собирай вещи, Рита. Зачем? Здесь оставаться небезопасно. Сегодня собросим и переночуйте в гостинице в городе. Завтра уезжайте в Москву. Всё. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Андрей Ильич, мне машина нужна. Зачем? Хочу Риту Собросимову в город отправить. Переночуют в гостинице, завтра улетят в Москву. А, ну тебе виднее. Сейчас Федюне скажу, он слетает. Ты рацию возьми. Субтитры сделал DimaTorzok Ты слышишь, Андрей Ильич, а прикольно, я бы смотрелся в небе на воздушных шарах. Просто сейчас Рита Аня рассказывала, как в детстве была на закрытии Олимпиады в Москве. И видела, как улетает олимпийский мишка. Олимпиада в 80-м году была? В 80-м, в каком же еще-то? Ей же только 20 лет. Кому? Рите. Она не могла быть на закрытии Олимпиады. Она еще не родилась. Я когда была маленькая, мы с родителями были на закрытии Олимпиады. Я видела, как в мишке олимпийский летал. Ты представляешь, это миллион шаров. Медведь. Ну, хочешь, я дам тебе успокоительный. У меня есть очень хороший препарат, и как снотворно действовать нужно. Серега. Черт. Извините, суда нельзя. Приказ. А вы разве не знаете, мы сегодня уезжаем. Я Аню ищу. Ну, тихо, тихо. Ну, что ли? Костюков, ты меня слышишь? Киллер, Рита, она вооружена. Стоять! Оружен на пол! Живо! Или я ее пристрелю. Дернешься. Убью. Андрей Ильич, срочно отцепите дом. Понял. Толя, она взяла в заложнице Аню. Черт! Туда! Туда! Я не понял! Рита, это Тихомиров. Слушай меня внимательно, Толя. Если ты поведешь себя неправильно, я ее убью. Ты мне веришь? Верю, верю. А теперь послушай меня. Это очень важно. Весь дом окружен охраной. И сюда уже едет пилицейский спецназ. Я убью ее. Толя! Послушай меня. Я ведь не мент. Я телохранитель. Это две большие разницы. Для меня важно, чтобы мои подопечные были живы и здоровы. Я дам тебе уйти. Только отпусти Аню. Заткнись. Сейчас служить будешь ты. Ты сейчас освободишь дом от охраны. Полностью. Хорошо. Внимание всем. Виктор Пастухов взял заложника в гостевом доме. Тихомиров. Срочно рацию мне и Пастухову. Ты меня слышишь? Рацию мне и Пастухову. Ты меня понял? Понял, понял. У тебя десять минут, Тихомиров. Если через десять минут Пастухов не выйдет на связь, я ее убью. Время пошло. Выключите рацию и оставайтесь здесь. Сколько у него заложников? Твой муж и жена. Угу. Виктор, это Анатолий. Я уполномочен вести с вами переговоры. Да пошел ты. Виктор, я вас выпущу, но только с одним заложником. С двумя сложнее справиться. Вы же военный человек. Должны понимать. Отпустите женщину. Какую из двух? У вас их две? Две. Виктор, отпустите женщин. Одна больна, вторая мать психически нездорового человека. Он без нее пропадет. Да это его проблемы. Мне нужна машина. Виктор, парень ищет мать. Ты что не слышал, а? Мне нужна машина. Я слышал, слышал, понял. Машина будет. Только не стреляйте в дверь. Здесь и этот придурок. Так убери его. Как? Я не знаю, как-то убери его. Виктор, парень начинает нервничать. У него начинается истерика, Виктор. Убери его. Да отойди ты от двери. Все ушли в конец коридора. Все ушли. Все, все, Виктор, все ушли. Возле двери только этот придурок. Но ты не бойся, он уже успокоился. Все, я тоже отошел. Открываю. Миха, не трогай его. Жаль, Толя Топ, я бы ему сейчас. Ничего. Он мне еще нужен. В целости и сохранен. Слушай, Миха, ну ты классный актер. Как-никак за плечами курс в ГИКа. За кров непригодность выгнали. Это они ошиблись. Вот видите, как здесь опасно. Вы нам не верили. А если бы на моем месте был ваш сын, что тогда, а? Значит, слушай меня внимательно. У нас всего три минуты. Я не знаю, о чем ты договорился с Ритой, но Аню ты отсюда не заберешь. Она взяла ее в золотисы. Ты слышишь меня? Подожди, как? Слушай меня внимательно. Я тебе сейчас даю рацию. Ты связываешься с Ритой, и первый твой вопрос будет про Аню. Ты убедишься, что я не вру. Договорились? Но потом, потом ты говоришь Рите, что тебе дают машину, и ты уезжаешь отсюда с этим недоразвитым придурком. Потом будешь делать то, что говорит тебе Рита. Пойми, пойми, жизнь они в твоих руках. Да понял я! Дайте рацию! Рацию! Это Пастухов. Я слышу тебя, Витя. Ты где? Я в гостевом доме. Аня, с тобой? Да. Дай мне с ней поговорить. У нас нет времени. Дай мне с ней поговорить! Это я, Витя. Аня, с тобой все в порядке. Да, Витя, все хорошо. Витя, у нас нет времени. Сука! 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 Витя, без нервов! Мы выберемся вместе, и ты уедешь в Сане, в свой Екатеринбург. Тебе дают машину? Да! Тихомиров, ты где? Я здесь. Тихомиров, ты сейчас уводишь всех людей из дома. Всех-то одного. И сам уйдешь. Ты меня понял? Понял, понял. А дальше что? Дальше ничего. Я выхожу к машине и уезжаю. Мы еще не договорились насчет Ани. Я ее отпущу. Тогда? Когда посчитаю нужным. Значит так. Договориться мы можем только так. Вы с Пастуховым выпускаете Аню перед воротами. Только после этого я открою ворота. Второго заложника выпускаете после блокпоста. По-другому не получится. Договорились. Я у входа в дом. Машина в порядке? Вроде в порядке. Попроси поменять машину. И быстро! Хорошо, я понял. Сука хитрая. Рита! Скоро здесь будет милицейский спецназ. А ты быстрее шевелись! Уводи охрану, Тихомиров! Всем, кто находится в доме, немедленно его покинуть. Контрольное время две минуты. Рита! Я ухожу! Надеюсь, ты сдержишь слово. Дали другую машину! Какая машина? Лер! Это машина Топаева! Если я тебя правильно просчитал, умница, то ты придешь именно сюда. Отлично! Жди нас! Мы выходим из комнаты! Да, жду! Двигатель машины! Заведен? Да, заведен, Рит! Ну, успокойся, ну! Ты видишь кого-нибудь из охранников? Да, ну, нету здесь никого! Жди! Хорошо. Вжеду! Ужед! Более! Ужед! Ну, пусть… Нет. Я тебе тогда соврала, Тихо Амирова. Ты хорошо целуешься. Все хорошо, Ань, все хорошо, все уже закончилось. Единственное, что я никак не мог понять, зачем она выпустила Пастухова, да еще оружие ему дала. Нелогично это все. Потом только сообразил, что отвлечь она у нас хотела. Ей нужна была эта суета вокруг Пастухова и машины возле центрального входа. И как-то я только додумался, что она пойдет не к машине, а к черному ходу. Так ей проще было бы добраться до подкопа. А что она будет туда пробиваться? Я уже стопроцентно понял, когда она очень легко согласилась выпустить Аню перед воротами. Это ее второй прокол. Как с олимпийским мишкой. А ведь хитро было придумано. Киллер и его оруженосец. Они ведь для чего телохранителя наняли? Чтобы воспользоваться его оружием. Человек даже не догадывался, что он оруженосец. А ведь этим оруженосцем должен был быть я. А с мнимым папочкой Алтуниным, знаешь, где мы прокололись? С фирмой-то у него все было нормально. Не подкопаешься. А одну слабость человеческую, страстишку, так сказать, мы прохлопали. Игрок наш Алтунин? Угу. Большой карточный долг на нем висел. Вот они его за это и подцепили. Стали дочкой шантажировать. Мол, случится с ней что-то может. В общем, схема не новая. Да. Кстати, настоящая Рита Алтунина в Лондоне учится. Вот такая вот история. Ну ладно, я в агентство. Ты подъедешь? Сегодня нет. Пока. Ты когда домой собираешься, Андрей Ильич? Вечером. А у меня должок остался. Какой должок? Я ведь тогда так и не выпил с тобой. Надо устранить этот пробел. Но ты же на работе-то не пьешь. Или ты сегодня не работаешь? Сегодня не работаю. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»